Привет, друзья! Привет! Ну вот, наконец, наступил Новый Год, с чем я вас искренне поздравляю. Предлагаю всем посмотреть маленький, я бы сказал, даже такой малюсенький отрывочек песни, которую я записал с Ренатом Ибрагимовым еще в 1981 году прошлого века. Ну вот, давайте, пожалуйста, посмотрим. Мне, мне надо сказать, тебе два слова уходя. Нет, мне надо сказать, врываясь шум дождя. Итак, вы знаете, Ренат Ибрагимов – это первый такой профессиональный певец, с которым я начал записывать свои песни и записал с ним порядка десяти песен. И, как я уже сказал, было это в 1981 году. Ну и как же это все происходило? Наверное, вы спросите меня. Ну, вначале я должен был, прежде чем записывать, у меня должны были быть в наличии нотные партитуры для каждой песни. Сейчас такого практически нигде не встретишь. И все музыканты и авторы записывают свою музыку в компьютере, в разных программах. А вот в те времена, значит, в студиях звукозаписи стояли стационарные магнитофоны. И вот на Всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия», а там было несколько студий, большая и несколько маленьких, вот, там в основном использовался магнитофон, который назывался «Штудер», 24-дорожечный, можете себе представить. Там пленка была такая, как я сейчас вспоминаю, черного цвета и шириной эдак сантиметров шесть. И все песни начинались, как правило, с записи ритмической основы. Вот такая запись называлась «Болванкой». В этом, как правило, принимало участие четыре музыканта. Это гитарист, бас-гитара, рояль и ударные инструменты. Барабанщика сажали вообще в отдельную будку за стекло. И вся связь у всех осуществлялась вместе с звукорежиссером через наушники. Вообще, это дело было для всех очень трудным. Особенно больше всех доставалось мне. Почему, я сейчас объясню. Дело в том, что музыканты, они вот приехали, и всего один, там, одну-две смены они записали, вот эти болванки, и уехали снова на гастроли. Вот мы записывали все это, начинали запись в конце 80-го года, перед Новым годом. А приехали они уже в следующий раз только весной. И вот Ренат Ибрагимов, он в первый раз участие не принимал в записи, потому что еще музыки не было записано. А записываться с ним мы уже стали только весной, весной уже 81-го года. И вот все эти четыре месяца я записывал всю остальную музыку для всех песен. А там, я напоминаю еще раз, было порядка, не порядка, а было точно 10 песен с Ренатом Ибрагимовым. А там, представляете, сколько надо было записать? Там и партии аккордеона, и клавишных инструментов, а в клавишных там и стринги, и всякие колокольчики, и чего только там не было. Гармошки, гитару, гитарные партии. Все это я записывал один на протяжении вот этих четырех месяцев. А потом, когда мы наложили голос Рената Ибрагимова, я еще дописывал что-то, потому что сначала ведь было не так ясно, чего там не хватало. А вот после того, как уже записали с голосом, надо было еще дополнительно прописать разные треки в разных песнях. И это еще не все. После этого еще было сведение. А сведение – это самый сложный такой процесс, понимаете. Это вместе со звукорежиссером надо было сидеть часами, слушать и выправлять звук. И много-много чего там, много работы на студии. Это просто, ну знаете, адская работа. Я отлично понимал, что в то время я Ибрагимову был очень нужен. Он, конечно, мог бы все это сделать и с другими людьми. Но не думаю, а абсолютно уверен даже в этом, что ему это стоило бы гораздо большего времени, ну и средств тоже. Я же был просто заинтересован в выпуске своих песен. И вот я вспоминаю, как мы записывали с Ренатом уже только его голос на готовые фонограммы. Перед этим мы были на радио. И, значит, в буфете купили две упаковки чернослива из Югославии. Ну, не везде он тогда продавался. Такие, знаете, тяжелые-тяжелые коробки взяли. Ну, мы взяли такси, приехали на мелодию. Я вспоминаю, нам тогда дали две смены подряд для записи. Значит, с 4 до 8 и с 8 до 12 ночи. Ну, приехали, начали записываться. Знаете, нам никто не мешал. Это было очень здорово. Вот, потому что обычно иногда бывают люди ходят туда-сюда. А здесь вот тишина, спокойствие. И мы записываем песню за песней. 10 песен. Огромный объем работы. Атмосфера была на высочайшем уровне творческая. И я, понимая все это, старался даже не перебивать и не лезть, как говорят, со своими тремя копейками. У Ибрагимова происходило все просто блестяще. Ну, в общем, мы с делом справились очень успешно. Но закончили мы только-только. Вот уже было 12 ночи где-то, даже первый час. Вот. А нам надо было обязательно забрать с собой из студии все, что там у нас было. Кроме нашего чернослива с коробками, были еще инструменты кое-какие. Я помню, аккордеон, гитара, там еще что-то. И вот со всем этим грузом мы пошли, значит, по ночной Москве. Коробки с черносливом на головах одной рукой придерживаем, а в другой руке там аккордеон, значит, гитары. В общем, вот полностью загрузились с Ренатом, идем. Но идти было не так близко, потому что надо было дойти до гостиницы «Москва». Я в то время там работал. И вы знаете, вот эти воспоминания у меня самые яркие, самые лучшие о нашей совместной работе с ним, о нашей вообще юности. Сейчас мы уже сильно изменились. Прошло уже 40 лет, что там говорить. Тогда было все легко. Мы тогда могли брать города, как говорят. Мы были юными, молодыми. Ну вот, а Ренат уже через некоторое время уехал опять на гастроли. И увиделся я с ним только уже летом 81-го года. А все это время я сидел в студии. И, значит, у нас был такой замечательный звукорежиссер Александр Синицын. Вот он здесь на фотографии. И, значит, вот мы работали с ним на пару и сведения, и инструменты, и все-все вместе делали. И вот я предлагаю вам послушать одну из тех песен на стихи Владимира Харитонова, которая называется «Всего два слова». И мне хотелось бы заранее с вами попрощаться, еще раз поздравить всех вас теперь уже с наступившим 2019 годом. Пусть он будет все-таки лучше предыдущего. Ну так бы этого хотелось, честное слово. Я также приглашаю всех на свой канал. Ведь, вы знаете, вот хорошая вещь – взаимоподписка. И я объявляю всем, что я тот самый, кто вам нужен. Выходите со мной на связь, и мы взаимно решим этот вопрос. Еще раз всем привет, удачи, увидимся и услышимся. Пока-пока! Может быть, мы по часаме и не встретимся с тобой. Виноваты в этом сами, что невзрачный день такой. Как-то холодно прощались, мы с тобой в последний раз. Уходя, не возвращались, и запас погас без нас. Нет, мне надо сказать, тебе два слова уходя. Нет, мне надо сказать, врываясь шум дождя. Как-то странно, безрассудно оборвало счастье. И поверить в это трудно, что такое может быть, Что без всяких рассуждений и согласия в половине Вдруг легли за нами тени уходящих вдаль любви. Мне, мне надо сказать, тебе два слова уходя. Мне, мне надо сказать, врываясь шум дождя. Может, что-то изменилось, ай, может, нет. Может, это все приснилось мне. Мне, мне надо сказать, врываясь шум дождя. Мне, мне надо сказать, врываясь шум дождя. Мне, мне надо сказать, тебе два слова уходя. Мне, мне надо сказать, тебе два слова уходя. Альфея- narcissist. ПЕСНЯ А Mitra Tu Продолжение следует...